Абсолютную разрушительную силу имеют землетрясения, и жители Прибайкалья прекрасно об этом знают, ведь наш регион трясет регулярно. Жители Иркутска даже шутят, что это такой природный будильник в Иркутской области. Некоторые подземные толчки мы не замечаем, а вот в пятницу 14 октября населенные пункты Иркутской области и соседние Бурятии ощутили дрожь земли. Были ли последствия от очередного тремора, и что может нам быстрее определить эпицентр землетрясения, узнавал Олег Федоров. Не таинственные силы природы и не мистический полтергейст открывает дверь в пустом доме. Это сделало дрожь земли. Очередная тряска стала неприятным сюрпризом для жителей сразу двух регионов – Бурятии и Прибайкалья. 14 октября в 19 километрах от поселка Большое Голоустное произошло землетрясение. Его интенсивность составила 7,9 балла, а магнитуда – 5,9. До Иркутска докатилось 5 баллов, поэтому ощутимых разрушений и повреждений не было. Все данные удалось собрать в течение 10 часов. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной последствиям толчков. Я даже, допустим, взял с собой за последние 5 лет, да, по этим землетрясениям, статистику, где и как трясло, какие были последствия. Ну, по крайней мере, за последние 5 лет, да, даже по последнему землетрясению, то есть там одно окно и чуть-чуть обвалился потолок в двух школах, а остальные, скажем так, у нас информации не было. Информация о землетрясениях считывается с помощью акселерометров. Такой прибор всего один в Иркутске. Мало в регионе и станций слежения за толчками – 26. А с их помощью можно вычислить эпицентр в течение 10 минут и предупредить службы. Появление еще пяти станций сократило бы это время в два раза. Надо поставить 6-8 станций в Иркутске и в приближающих районах, и мы тогда будем знать сразу точно, какова интенсивность. Инструментальная, не субъективная. Не субъективная, конечно. Например, в Японии свыше 2000 пунктов наблюдения за сейсмоактивностью. Там научились в кратчайшие сроки извещать людей об опасности. Однако у нас такая программа не работает, нецелесообразна. А ведь некоторые станции могут защитить Байкал, например, от наследия БЦБК. Риски есть, и у нас был проект, который мы предлагали правительству Иркутской области. Это установка акустических станций в районе БЦБК, чтобы как раз смотреть за всем этим. Но проект, по-моему, остался проектом. Но не только техника способна помочь ученым в изучении землетрясений. Каждый житель региона способен помочь. Для этого достаточно поделиться своими наблюдениями и заполнить опросные листы в социальных сетях и на сайте геофизической службы РАН. Чем больше данных удастся собрать, тем точнее и надежнее будет оценка интенсивности сотрясений. А они у нас происходят регулярно. Олег Федоров, Павел Рютин. Новости по будням.